доброго доброго времени суток всем с вами снова Марго рада вас всех приветствовать видеть на своем канале погода у нас прекрасная хотя в горах уже попал снег на улице тепло привет привет всем очень рада вас всех видеть и слышать на своем канале я с вами уже не виделась мне кажется 100 лет на самом деле получается два дня сегодня у нас воскресенье последний раз я выходила на связь пятницу за пятницу у нас произошло много событий не то что такие важные просто ко мне приезжали мои кузины одна с папиной стороны одна с маминой стороны сестры мои они у нас два дня были я немножко покажу но почему немножко потому что я снимала много они два дня были но качество видео очень плохое не качество видео качество звука очень плохое поэтому все что возможно я ставлю потому что жалко мы это снимали хотели показать там ну маленький кусочек я вставлю остальное не годится это это тоже можно было не показывать потому что с натяжкой можно услышать звук я снимала на другую камеру и в общем жалко очень два дня так пропали получается все что мы снимали все что хотели показать не годится для вещания для выпуска в народ так скажем пятницу они приехали в субботу вечером уехали и в субботу вечером приехали другие гости к нам приехали мужа родственники его племянники племянник женой другого племянника жена дети там двое студентов трое школьников в общем у нас было весело и вот сегодня воскресенье они только-только уехали я вот как только освободилась сразу за камеру сразу бегом к вам а так у нас все нормально все хорошо других новостей нет я немножко простыла ну не чуть-чуть кашляю правда надо лечиться лекарства есть но пока как у нас бывает когда как но в основном так пока не сляжешь будешь бегать когда сляжешь только тогда хватаешься за эти лекарства также вчера днем привезли я заказывала внучке зеркало в комнату ей она безумно счастлива теперь что у нее есть зеркало повзрослел ребенок видите школу собирается уже примеряет там смотрит что ей надо одеть что не надо в нашем детстве такого не было что нам купили то и носили а теперь без нее даже за покупками не ходим потому что можем не угодить что еще что вчера готовила не показывала потому что это все на канале есть наши гости южане я спрашивала что приготовить муж вернее спрашивала что вам приготовить заказывайте они только не бешпармак потому что бешпармак везде всегда бешпармак все время поднадоел деньгешка приготовить нам кукси в общем я кукси спаржу фунчозу редьку морковь ну и кукси какие кукси чуми салаты прилагаются это все сделала с утра встала сделала пиццу вчера дети не все ели кукси вот то что сейчас я покажу акулина вот моя сестра сестра айгуля акулина мы дома называем все ее акулины называют близки приготовил нам тефтели спиры дети маленькие поели покушали тефтели кукси не ели они не знают что это такое не нравится в общем повидались с родственниками но это недолго получается они вчера приехали поздно и сегодня уже к обеду уехали увиделись они приезжали их два сына учатся здесь в алмате первокурсники вот к ним приезжали сегодня уже обратно домой потому что у всех работ понедельник надо пораньше выезжать потому что за рулем и дела муж мой с утра уже на работу ушел внучка еще спит поздно легла а я общаюсь с вами в общем давайте я вам покажу то что я снимала пятницу субботу еще раз прошу извинения за нехорошее качество не судите строго не ругайтесь в общем давайте смотреть пара напомнишь как мы в детстве росли мы жили в благоустроенном квартире маржан частном доме и ее папа заливал воду 10 литровые бочки где бочки стояли это был наш детский бассейн от солнца нагревалась вода и мы туда буртухались на реале так было интересно практически мы не выходили с воды нам было а потом можно конечно на солнышке грелись и у нее была колонка мы возле колонки баловались водой играли так и делали тортики всевозможные там что-то стряпали у нас были игрушки такие посудки хорошие мы играли домик играли я помню мы еще играли поезд построим там вагон один проводник другой берем свои куколок и это играемся пассажиры там потом нам приносят чай проводник там еще мы из больших листьев тыквы мы туда уложили возможный кислород траву и поделали голцы у нас были бумажные деньги мы из тетрадок вырезали деньги и писали там 1 рубль 2 рубля 3 рубля и игрались так в магазин тоже играли возьмем досточку кирпич поставим досточку и это весы наши были а зола была нашей приправой так было интересно камушки там конфетки и такое еще к у меня был сад росли яблоки там сливы и возможные ягоды и мы это ждали когда же созреть яблоко хотя они были еще не так созревшие мы сидели смотрели потом потрясем дерево яблочко упадет и чем мы говорили а у мамы салонатис и вот так мы росли было весело конечно это не такое время было как сейчас дети в основном сидят в гаджетах телефонов за компьютером а у нас были настоящие такие здоровые как говорится экологические игры играть играли в лапту казаки разбойники прятки потом мы играли мы мечом выбивала потом скакалки у нас классики классики играли еще у нас еще были от вот если вы помните и все время савдеповская были конфеты в таких же сильных баночках когда это мы туда вложим песок закрывали чтобы тяжелее было и прыгали еще у нас была в детстве интересная игра мы собирали фантики и делали секрет под деревом раскопаем там под деревом небольшую яблочку туда положим этот фантик свой сверху стекло от разбитой бутылки или банки вот так закрываем потом закрыли все и говорим я пойду покажу тебе свой секрет раскапываем и показываем это уже через стекло более так наглядно красиво и вот так мы играли все было очень весело детство вспоминаю так интересно это счастливое беззаботное детство ничего не думали продукты были экологические все было вкусно это не сейчас такие помидоры были как сейчас там такой запах вот приятный мы огород сажали и привозили все это картофель соус мой папа у материал все огород состоит да и помидоры ну и большой огород а у нас был большой огород мы привозили огород не дома да это было далеко несколько километров от дома как говорится и мы привозили арбузы такие большие были до зимы мы сохраняли и ели вот действительно был продукт такой живой настоящий а еще в детстве мы когда ездили на огород там были посленок росли мы собирали их так было интересно и у нас была соседка фельсура она делала из них вареники и очень вкусные а мы с вами как вареники да 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 очень было хорошо есть во вспомнить вспоминаю я еще марго участвовала в конкурсе красоты и кстати занял первое место там нужно было приготовить что-то из сладкого она приготовила персики можно сказать пряники но в сладости и еще красное было тогда свеклу она отварила и в это макала и моркови и свекле и потом с сахаром посыпала, приготовила вкусный декет и нужно было там станцевать танец один спеть песню я надпела что-то зарубежное я уже забыла певицу эту кого она подошла и надо было еще модный и костюм или платье одеть наряд какой-то и вот она любила шить она замашивая и сшила какую-то только юбку у нее была такая интересная с косыми подолом с косыми с карманом большим тогда модно было так у нее была стрижка да у нее была вертикальная химия я помню тогда я думала что-то у нее у нее волосы были такие ниже плеч и итальянка помолчишка и вот она стрижалась нет итальянка позже была у нее просто длинные такие волосы были и она сделала так было красиво вообще она была в детстве модница такая любила всякие там то бантики то всякие заколочки ну очень весело пробовать я всегда смотрела думала как она это придумает что-нибудь только это ну я тоже не очень ну я вязала в детстве были куклы разные я помню кукла была германская после еще мальдина была но после меня и моими игрушками племянница игралась ну так я бережно прожила и они доставали мою племянницу она играла после да а еще мы играли пупсики везде года была такие пупсики руки-ноги которые шевелятся это во всех классах и мы сшили они сшили тоже были играли в домики тоже постели вот там мы там можем играли в блоге в блоге ходили было да было время как говорится видеть наши кудри все но интереснее было раньше как мы играли а все дети иные вручки купишь они 2 1 сейчас поиграть и бросают и телефон дай фильм хочу смотреть еще смотрят такие мультики такие страшные страшилки разные у меня внучек а из плутаны и вот они все время азека дай телефон акуленка хочу смотреть медина говорит а санта как так головы головы еще это прошилки смотрят они те же праздники ну как там тыква такая халлорин вот такие мультики смотрят акуленой искупалась с легким душем бас работа кипит и противень не нужен до формы пойдет духовка у нас выключилась сейчас вытащим посмотрим 2 не звезд вы довольны своей работой его вскрыла уже проверила надо вытащить сначала у стенки поставь магнум пришел я щас поинтересовалась у курьера я говорю почему перестали накладные давать цены не пишут пишут сколько граммом эконом режиме только только в общем телефоне посмотреть я в ней телефон непонятно раньше давали накладные вот так значит цену не знаешь что надо обязательно заглядывать телефон и там смотреть 320 грамм такой gold вот теперь я должна буду в телефоне смотреть я не помню сколько он стоит моркови капуста общие дела вот вилок капусты это огромная капуста 2 940 это только вес а цены нету морковь кофе молоко редька и шампунь внучки экстрата маракуи я подумал что очень вкусный запах дети тоже так едят без телефона никуда кушай и на 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 ешь ешь или выключи телефон он тебя отвлекает я уже поела а ты до сих пор ковыряешь вообще ничего не ела есть без видео получилось не таким уж и коротким так что у меня есть вообще вторая часть видео но я поделила на 2 2 часть пробука а куда мы ходили что мы купили увидите во второй части она сейчас я хочу с вами попрощаться пожелать вам всего доброго не забывайте меня это пожелание пишите свои отзывы отклики мира добра и здоровья